Вы также действуете как и разработчик и продаете свои программные продукты. Я посмотрел там в реестре ПО, там больше 60 продуктов, да, там где-то так. Скажите, пожалуйста, что компании дает то, что ваши продукты находятся в реестре? То есть это какие-то внутренние стандарты или это какие-то внешние такие амбиции? Немножко поправлю эту цифру. У группы компаний Ростелеком, то есть это Ростелеком и все наши дочерние компании, в реестре российского программного обеспечения более 200 продуктов. То есть там порядка, если помнить точную цифру, 208. И мы постоянно, конечно же, наращиваем эту цифру, потому что если… И опять-таки туда входят две категории продуктов. Те решения, которые мы используем для внутренних целей и, конечно же, наши коммерческие продукты. Вот если говорить про коммерческие продукты, то, конечно же, наличие продукта в реестре – это в каком-то смысле, на мой взгляд, в 2024 году гигиенические минимумы, в принципе, для любого вендора. Ну то есть если ваш продукт не включен в реестр, то перспективы его использования, в том числе уже в коммерческих компаниях, я бы поставил под сомнение. А вот если говорить про то, что мы включаем, как и многие другие компании с госучастием, собственные продукты, собственные разработки в реестр российского программного обеспечения, даже те, которые мы не планируем коммерциализировать, но это обусловлено все-таки там, в общем-то, в том числе регуляторными задачами, потому что мы, как одна из компаний с госучастием, находимся под директивой в области стратегии цифровой трансформации и постепенно и планомерно наращиваем долю российского софта. На эту историю я тоже смотрю в некотором смысле в позитивном ключе, потому что для меня включение внутреннего продукта в реестр российского программного обеспечения, это в том числе, по сути, гарантия того, что компонентная база, на базе которой создается продукт той или иной моей команды, фактически соответствует требованиям с точки зрения использования российского системного программного обеспечения. Поэтому чем больше продуктов в реестре, на мой взгляд, тем лучше, и в этом плане мы периодически ведем аналитику, в том числе вместе с Центром компетенции по импортозамещению и, в общем-то, являемся лидером сейчас по количеству продуктов в реестре российского софта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова